А сейчас давайте откроем книгу Бытия, 32 главу, место Священного Писания, которое было предложено нам для того, чтобы поразмышлять. И, как я уже сказал, темой нашего сегодняшнего общения, нашего предстояния пред Господом – это молитва защиты. И сказал Иаков, «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел от Ирдана, теперь у меня два стана. Избавуй меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, что он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, «Я буду благотворить Тебе и сделаю потомство Твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». После долгих лет Иаков возвращается домой. О чем он думал в тот момент, когда он шел в дом отца своего, в землю, в которой он вырос? Вспоминал, может быть, о том, как он оставил свой дом и ушел, ушел тайком. Ушел, потому что брат его обещал его убить. И он прекрасно понимал, что было за что. Потому что он первый раз обманом взял у него, хитростью взял его первородство, предложив ему пищу, когда тот был голоден, обменял на первородство. А второй раз обманом взял благословение отца, переодевшись и представившись отцу вместо старшего брата своего Исава. Вспоминал о том, может быть, что, как он и говорит в молитве, с одним посохом ушел из дома, тайком, как я уже говорил. Вспоминал, может быть, тот момент, когда на пути в Харан он остановился, заночевал, и Бог явился ему. Но, приближаясь к дому отца своего, он послал людей вперед, чтобы узнать обстановку. И мы читаем в шестом стихе этой же главы. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Я думаю, что Иаков понял, да? Что 400 человек Исав взял с собой не для того, чтобы обнять брата своего и сказать ему, наконец-таки я увидел тебя после долгой разлуки. Потому что, знаете, раньше, когда люди говорили что-то, они имели это в виду. В настоящее время как-то слово людей, оно обесценилось. Могут сказать, а потом переменить. Но был момент, когда Исав узнал о том, что брат его обманул его и взял хитростью и его первородство, и благословение отца. Он сказал в сердце своем, написано так. Но я думаю, он сказал не в сердце своем, а в сердцах сказал. Это так, что мать услышала. И то, что было им сказано в сердцах, мать прекрасно понимала, что попади Исиаков сейчас, она лишится обоих. И поэтому она упросила Исаака, чтобы он отпустил Иакова в дом ее отца, чтобы он мог там укрыться. И, уходя из дома отца своего, Иаков имел встречу с Богом. И, встретившись на пути, Бог разговаривал с Иаков. И разговаривал так, что, проснувшись, Иаков сказал, что это особое место. Это Вифиль, это дом Божий. Здесь небо так близко к земле, и Бог дал ему там обещание. И вот теперь, возвращаясь назад, и узнав о том, что его брат идет навстречу с ним, идет с войском, 400 человек с ним. Он обращается к Богу в молитве, которую мы прочитали с вами. И прежде, чем мы помолимся, я хотел бы сказать о трех уроках, которые я взял для себя вот из этой молитвы, из этой ситуации, которую переживал Иаков. Во-первых, я хотел бы обратить внимание на то, что в сердце Иакова было ясное понимание того, что Бог, который повстречался ему еще на пути туда, в Харан, это Бог всемогущий. Почему? Потому что, когда безвыходная ситуация, люди всегда обращаются к тому, кто может помочь, кто является сильным в этой ситуации. И на встрече со своим братом он прекрасно понимал, что единство, кто может помочь, это Бог. И он знал, потому что я уверен, что дом Авраама, он был наполнен вот этим пониманием Бога, что Бог, которого они знают, которому они поклоняются, и повелением которого они следуют, это Бог всемогущий. Потому что, явившись Аврааму, мы читаем в 17 главе книги «Бытие», Бог сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен». Мать, провожая Иакова, обращаясь, говорит, «Бог всемогущий, да сохранит тебя и благословит тебя». И мы видим, что и в сердце Левеки было это понимание, что Бог – это Бог всемогущий. И это понимание было и в сердце Иакова, потому что он увидел, что на протяжении его жизни, когда он оставил дом Отца, и до этого момента, когда он в молитве обращался к Богу, он столько раз видел эту всемогущую руку Божью в его жизни. И поэтому он и говорит в молитве, «Я ушел с посохом, а теперь вот два стана». Семья, дети, множество имущества, скота. Второй урок, который я взял из этой молитвы, это то, что Иаков, обращаясь к Богу, он апеллирует не к тому, что он такой хороший, но он апеллирует к Божьему обещанию. Он говорит, «Господи, Ты обещал, Ты сказал, я буду благотворить Тебе. Я сделаю потомство, то я как песок морской». И он помнит это слово, слово Господа. И я думаю, что эти годы, те, что он находился там, он держал это в своем сердце. И он не раз вспоминал это слово. Это Божье обещание. И когда настало время возвращаться домой, он прекрасно знал, что этот Бог, который встретил его на пути в Харан, он будет с ним и по пути домой. И это второй урок Божьего обещания, Божьего обетования. И вы знаете, я хочу сказать, что нам всегда нужно искать этих Божьих обетований для тех ситуаций, в которых мы переживаем. Однажды пришлось оказаться в такой ситуации действительно сложной, действительно трудной. И когда я поделился с одним братом и сказал, что вот Бог провел и защитил, и оградил, он говорит, когда услышал всю эту историю мою, говорит, не может этого быть, потому что я нечто подобное пережил. И я вспоминаю, через что мне пришлось пройти, у меня невольно руки начинают дрожать. А Бог меня провел. А Бог защитил и оградил. И я вспоминаю об этом событии, как о моменте, где Бог проявил свою силу и могущество. И я вспоминаю, как это было. Когда читая... Бог обращает мое внимание на слово, слово, которое записано в Библии. Иеремия, первая глава, девятнадцатый стих. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Вы знаете, я читал не раз раньше, а потом, когда в этой ситуации, когда искал выхода, когда не мог найти его, это место вдруг стало выпуклым для меня. Оно вот так прозвучало ко мне. И я постоянно вспоминал и молился, и спрашивал, Господи, неужели это то слово, которое ты даешь мне в этой ситуации. И действительно, Бог потом уравнял, все разрешил. И каждый раз, оказываясь в какой-то трудной ситуации, я ищу слово от Господа. Господи, мне нужно Твое слово, мне нужно Твое обетование, мне нужно на что опереться в своей молитве. Яков в своей молитве Божье обещание делает с этим основанием, на котором он обращается к Богу, и говорит, Господи, Ты обещал, Ты говорил, это Твое слово. И третье, на что я хотел бы обратить внимание, и третий урок, который я извлек для себя из этой молитвы, это уверенность в Боге. Вы знаете, это очень важно. Это очень важно не просто знать о Боге, но в критические ситуации быть уверенным в Нем. И мы читаем с вами в послании к римлянам в восьмой главе апостол Павел пишет, и он выражает свою уверенность, я хотел бы, чтобы эта уверенность апостола Павла, отраженная в слове, его послании, послании к римлянам, она стала нашей уверенностью. И он пишет, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Уверенность в Боге. Сара была уверена в Боге, несмотря на те сомнения, которые она переживала, несмотря на те долгие годы ожидания и послания к евреям в одиннадцатой главе мы читаем об этом. Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Это знание было не только в ее разуме, это знание было в ее сердце, и она была уверена обещавшим. В Евреям, 10 главе, 23 стихе мы читаем это слово, обращенное к нам. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Уверены ли мы в Боге? Уверены ли мы в том, что Он исполнит Свои обещания? ищем ли мы пред Богом вот это основание, которым является Его обетование? Это вопрос, который к нашим сердцам. Слушаем ли мы для того, чтобы только получить какое-то знание или понимание какой-то истины? Или же мы слушаем для того, чтобы через все, что Бог говорит нам через свое слово, услышать Божий голос, ощутить прикосновение Духа Святого, ощутить вот этот Божий импульс, чтобы вот это Божье обещание, оно стало звучащим ко мне лично. И когда оно начинает звучать, делаю ли я его основанием для себя, основанием для своей веры, чтобы стоять в этом, чтобы уповать на это и ожидать ответа. У нас была ситуация такая в жизни, что дочь наша, молодые родители были, что-то не так делали, ну и она стала заикаться, испугалась, стала заикаться, и подрастает для девочки заикаться. Мы молимся, но вы знаете, что лечения и средств нет. Обращаемся к Богу. На третий день поставим молитву, и Бог дает слово. Слово, которое также прозвучало, уже есть опыт, уже есть понимание, что это слово Божьего обетования. И мы берем его для себя, я говорю своей жене Оле, я говорю, Бог дал слово, и это слово для нас. Благодарим Бога за это. В тот вечер поехали в гости, и вы знаете, вот это как ручей, запруда, вот держала воду, воду, а потом прорвало. мы едем, она говорит, говорит, никакого заикания, ничего, чистая речь, свободная. А мы едем, и на глазах слезы. А потому, знаете, немного прошло время, не вернулось, и время идет, и время к школе подходит. Оля говорит, может, что-то делать надо? Я говорю, ну, Бог слово свое дал. Что мы будем делать теперь, когда у нас есть слово, когда у нас есть обещание Божие? И мы решили, что мы будем так и стоять в вере, ничего не предпринимать. И вы знаете, Бог просто сделал чудо к школе, она заговорила все, как все ушло, и до настоящего времени мы просто слушаем ее, когда она говорит, и вспоминаем то время, и мы благодарим Бога за то, что Бог действительно верен тому, что Он обещает. Просто нам нужно иногда иметь терпение, доверять Богу, и знать, что обещавший верен. Поэтому сегодня я хотел бы пригласить вас к молитве. Я знаю, что многие из нас имеем родных и близких там, в Украине, там, где идет война. ни одна сторона не может, в моем понимании, ни одна сторона не может быть правой. Там, где начинает проливаться кровь, это говорит о том, что руководители потерпели свое поражение. Потому что руководство в любой стране предназначено для того, чтобы обеспечить своим гражданам нормальную, мирную, спокойную жизнь. И там, когда начинается литься кровь, когда гибнут невинные, когда страдают люди, когда рвутся снаряды, там нет правых. И у нас есть только одна возможность обращаться к Богу, потому что Бог защитник наш, потому что Он обещал, и Он остается верным своим обетованием. И там в Украине церковь, Божьи дети, рожденные свыше, и там множество людей, которые еще не знают Господа. Я уверен, что Бог так же любит каждого из них, точно так же, как любит каждого из нас. нас. И поэтому я хотел бы сегодня, чтобы мы расположили свои сердца в молитве, в коротких молитвах, но от сердца сказать Богу о том, что Он наш защитник, и мы верим. Верим Ему, верим Его обетованиям, верим, что Он сказал, что Он не оставит и не покинет. Ему слава за это. Аминь. Господи Божие, сегодня мы обращаемся к Тебе, защитнику нашему. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас в этом мире, поставил на путь спасения, погрузил в тело Церкви Твоей, учишь, вразумляешь, наставляешь, приготавливаешь встречу с Тобой. И мы благодарны Тебе за все уроки, которые Ты преподаешь нам в нашей жизни. Но сегодня у нас особая молитва Господь об Украине, где идет война, где гибнут невинные, где проливается кровь. И мы сознаем, Господь, что только Ты всемогущий Бог. И мы верим Слову Твоему, которое говорит о том, что даже сердца царей Ты держишь в своей руке и как потоки направляешь их. Ты силен. Разрешите эту ситуацию, Господь. и поэтому наша молитва молитва к Тебе, Богу защиты. Мы в Твоей руке даем этих людей, чтобы Ты управил их сердцами и остановил безумие. чтобы от амбиции политиков не гибли невинные люди, Господь. Мы молим Тебя за церковь, за детей Твоих, кто были рождены свыше под действием Духа Твоего Святого, к церкви Твоей, которых Ты присоединил, Господь, там и которых также ведешь и направляешь для встречи с Тобой в небесах. Мы молим о них, Господь, благослови, поставь защиту ограду. Пошли все необходимое, пусть милость Твоя будет над ними, Господь. Мы верим в Твою верность, Господь. Мы верим, что Ты помнишь свои обещания и исполняешь их, Господь. И мы молим Тебя благослови, успокой сердца тех, кто потерял родных и близких, кому пришлось оставить дома и убегать из страны из домов, где они выросли, родились. Господь, мы все веряем Твои руки, верим, что Ты благословишь и устроишь. Мы верим, Господь, что Ты достигнешь еще многих сердец там, потому что обычно в бедстве люди ищут лица Твоего. Господь, Духом святым, совершай работу. Пусть милость Твоя будет и над ними. И мы молим Тебя также и о нас, Господь. У нас нет войны явной, но духовная война продолжается и здесь. Умы и сердца наших детей и внуков сегодня под обстрелом и в их сердца вселяют отрицание Тебя. Сатана и сегодня хочет, чтобы молодые люди жили развращенной жизнью, не искали лица Твоего, Господи, но мы молим Тебя, нашего защитника. Ты защитил и оградил нас и провел, когда мы жили и росли в стране безбожия, в стране атеизма. Мы верим, Господи, что Ты сегодня благословишь наших детей и внуков, Твоя защита и ограда будет над ними, и Ты проведешь их здесь в это время. Пусть милость Твоя будет над нами, а мы будем увеличить и славить имя Твое, потому что Ты достойна наш Бог. Аминь.